Приветствую, дорогие мои друзья и подписчики, а у меня сегодня очень хорошие новости на канале. Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко проведет бой против американского чемпиона ВБЦ Джермала Чарло в первом карде боксерского вечера от Showtime. Телеканал 26 сентября покажет сразу 6 боев в двух разных кардах, причем 5 из них будут чемпионскими. Джермала Чарло провел 30 боев, ни одного поражения, все победы из них, 22 победы досрочных, ну а Серега провел в половину меньше боев, всего 15 и имеет 13 побед из них, 10 досрочных, то есть явный нокаутер. И два поражения, но кому он проигрывал и главное как он проигрывал? Он проигрывал, но об этом чуть позже. Ну что ж, друзья, есть у нас уже дата, а это значит что? А это значит, что можно уже пилить прогноз на этот бой и ждите скоро на канале уже прогноза вот на этот бой. Соперником Деревянченко, кстати, в сентябре мог бы стать чемпион ВБА в среднем весе Саульнаш Альварес, но украинец не получал предложений по бою от команды Мексикашки. Бой с Чарло станет для Сергея третьей попыткой завоевать чемпионское звание. Прошлой осенью Деревянченко единогласным решением судей уступил Геннадию Головкину в поединке за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе. Я на старом канале тогда разразился двумя видосами, одно, один видос был вообще с матами, с обильной оптиченной лексикой, потому что я сразу после этого боя его записывал на эмоциях, потом я немножко подостыл и записал второе видео уже более спокойное. Но я был просто вот возмущен, это было похищение века, причем единогласным еще решением. А в 2018 году Серега раздельным решением судей проиграл Даниэлю Джейкобсу в бою за звание чемпиона мира по версии IBF. Тоже, я считаю, Серегу обокрали. В обоих этих боях, вот как назло, Серега падал в нокдауны уже в начале боя, вот в дебюте боя, вот прям, не знаю, злой рок какой-то. Но, тем не менее, друзья мои, вспомните, больно, правда, это по любителям, когда дрался хитро на Олимпиаде, печально известной, позорной Олимпиаде 2012 года против некоего ОГОГО. И он этого ОГОГО дважды, не один раз, а дважды валил в нокдауны. Но, тем не менее, победу присудили ОГОГО. Так что, нокдауны это слабое оправдание, там просто была политика. Вспомним, Даниэль Джейкобс должен был драться против этого сраного голубого мальчика, Сауля Альвареса, и наварить там много денег. Поэтому, ну, Альварес против какого-то Деревянченко. В 2018 году Деревянченко был еще малоизвестным бойцом, о нем мало кто знал. И тут явно Сауля Альварес бы на этом ничего не заработал бы. А Джейкобс все-таки известный боец, американец, и этот бой был бы более денежный. Это долбанная политика, долбанные деньги все решают, а не спорт. То самое произошло, черт возьми, и годом раньше в бою против Геннадия Головкина. Тоже, если бы отдали победу Деревянченко, то в таком случае, ну, опять-таки, уже была какая-то, видимо, предварительная договоренность провести третий бой Головкина против Сауля Альвареса. Как раз Сауль дождется, пока уже Головкин совершенно постареет уже, выйдет суперстар, да, когда он выйдет и непринужденно спокойно повалит Головкина. И Головкину просто вот дались на ровном месте победу единогласным решением. Вот такие моменты просто бесят и возмущают. Да, простите, друзья, коронавирус, я кашлю. Так что, думаю, третья попытка, ну, посмотрим. В общем, я не буду забегать наперед, я все скажу в своем прогнозе на этот бой. Чарло был назначен регулярным чемпионом ВБЦ после того, как организация повысила Альвареса до статуса франчайзингового чемпиона и свободила его от обязательной защиты титула. Вот в каждой весовой категории есть такой мальчик, с которым все носятся, которого любят, знаете, любимчик такой. Вот здесь это у нас Сауль Альварес. В Хэви Вейте это у нас Джошуа Энтони. Да, все вот любят Энтони Джошуа. Он получает больше всех плюшки, пирожки самые вкусные, больше всего денег. Он такой весь красавчик, медийный у нас. А здесь вот этот Сауль Альварес, это, естественно, вызывает подсознательно такую ненависть, потому что мужчины не любят любимчиков и все время их стараются опустить. И все ждут, ну, мы уже насладились в Хэви Вейте, как Джошуа размазал пухляш, как все радовались этому, да. И вот будем, как же мы радоваться, когда кто-нибудь уже все-таки завалит этого Сауля Альвареса. Кто это будет, я не знаю, Чарло или же Деревянченко, как говорят в Одессе, будем посмотреть на все это. А Деревянченко же после того поражения от, так называемого, в кавычках поражения от Геннадия Головкина, стал очень знаменит в мире. К нему так более-менее присмотрелись и после боя Дэниэля Джейкобса, но уже он подтвердил свою репутацию, как говорят криминальные авторитеты, подтвердил масть. Сильного, бескомпромиссного, мощного бойца. Если я когда-то называл его средним, таким, твердым, вернее, середняком, который может создать до хрена проблем кому хочешь, любому чемпиону. То сейчас я его называю, естественно, топовым бойцом и те поражения и от Джейкобса, и от Гены, я считаю, это такие оптимистические трагедии. Трагедии, да, отобрали у человека просто титулы, но тем не менее будем надеяться, что в третьем бою ему повезет и он сможет все-таки поясок свой, свой, я говорю, да, оговорка по Фрейду вернуть. Не вернуть, а, в общем, взять его, да, уже заговариваюсь. Значит, надо завершать видос уже. Хорошо, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить, и не забывайте, что всего вам самого крутого в этой жизни. Блин, чертова болячка, пока, пацаны. Высказывает даже такое предположение, что он тормоз, и ему надо лечиться, нужна ему психотерапия или медикаментозное лечение, и вообще, что ему делать.